Многие из нас любят и держат дома эти пушистые комочки радости. Но вот какие проблемы здоровья человека может принести тесное общение с кошками, догадывается не каждый. Сегодня мы узнаем, какими болезнями кошка может наградить своего хозяина, и как уберечь себя от подобных неприятностей. Здравствуйте, мои хорошие! Совсем недавно открылась официальная группа канала Доктор по соседству. Здесь можно найти море нужной и полезной информации о здоровье, последние новости медицины и всё самое загадочное связанное с человеческим организмом. Заходите, смотрите, кто ещё не вступил – вступайте! Ссылка на группу будет в описании под этим видео. В современной медицине известно множество болезней, которыми человек может заразиться от домашних питомцев, начиная от стригущего лишая и заканчивая глистной инвазией. Но самым грозным по праву можно считать такое заболевание, как токсоплазмоз, о котором и пойдёт дальнейший разговор. Токсоплазмоз – паразитарная болезнь, широко распространённая по всему миру. В странах Латинской Америки и Африки им инфицированы до 90% населения, а в Европе этот показатель колеблется от 25% до 50%. Если говорить о России, то здесь цифра заражённых достигает 30% всего населения. Возбудитель заболевания был впервые обнаружен в 1908 году в Северной Африке у грызуна Гонди, благодаря которому он и получил своё название – токсоплазма гондий. Этот паразит относится к классу простейших, а внешне имеет полулунную форму, напоминающую дольку апельсина. Длина его варьируется от 4 до 7 микрон, а ширина от 2 до 4 микрон. Развитие токсоплазм происходит со сменой хозяев. Окончательным хозяином являются кошки и некоторые представители семейства кошачьих. Именно в их тонком кишечнике и проходит стадию размножения возбудитель. Промежуточными хозяевами могут быть птицы, различные млекопитающие, в том числе и домашний скот. Мясо баранов, коров и свиней очень часто содержит токсоплазму. Человек может заразиться токсоплазмозом тремя способами. Через рот с грязными руками или употребляя в пищу сырое или непрожаренное мясо, реже молоко или яйца. При переливании крови или пересадке органов. Трансплацентарно, в ходе беременности от матери ребенку. А в особой категории риска находятся хозяева кошек. Ведь именно кошка является главным переносчиком этой инфекции к человеку, а распространяя фекалии, зараженные токсоплазмой по окружающей среде, загрязняют ими помещения и руки соприкасающихся с кошками людей. Если говорить о уже заболевшем человеке, то он не выделяет возбудителя во внешнюю среду и никакой опасности для окружающих не представляет. Вообще, токсоплазма – довольно коварный враг, способный нанести внушительный урон организму. Течение заболевания может проходить как совершенно незаметно, так и сопровождаться серьезными поражениями органов и систем. А наибольшую опасность токсоплазма представляет здоровью беременной женщины и ее растущему плоду. Попав в организм человека, паразит внедряется через стенки тонкого кишечника в лимфатические сосуды, достигая стоком лимфы крупных лимфатических узлов, где вызывает воспаление. Затем, попав в кровь, токсоплазмы распространяются по всему организму, закрепляясь в различных органах и тканях, нервной системе, глазах, печени, селезенке, сердце, скелетных мышцах. А в этих органах образуется скопление паразитов в виде цист, которые могут сохраняться в организме десятки лет и даже пожизненно. Если иммунитет не ослаблен, то токсоплазмы особых хлопот не доставляют. А многие люди даже не подозревают, что переболели этой болезнью. Однако, при снижении иммунитета заболевание может принимать хронический и даже острый характер. Острый или обострение хронического токсоплазмоза развивается постепенно. У больных начинает повышаться температура тела. Отмечаются сильные головные боли, возможно судороги и рвота. Увеличивается в размере печень, селезенка, лимфатические узлы. Могут присоединиться воспаление легких и параличи мышц. Удар идет сразу по всем органам. Длится острая стадия приблизительно 7 дней. У ВИЧ-инфицированных болезнь протекает очень тяжело, вызывая серьезные поражения центральной нервной системы и внутренних органов, нередко завершаясь смертельным исходом. Помимо физического урона, токсоплазма способна стимулировать выработку гормона допамина, который отвечает за настроение человека. Избыток этого гормона становится причиной психозов, очень напоминающих по своему проявлению приступы шизофрении. Особое внимание в нашем разговоре стоит уделить врожденному токсоплазмозу, который развивается в результате внутриутробного заражения плода от больной токсоплазмозом матери. Не зря наши предки считали, что беременным нельзя играть с кошками и брать их на руки, и современная медицина это подтверждает. Токсоплазма способна проникать через плаценту и вызывать болезнь у еще не родившегося ребенка, результатом чего могут быть как врожденные дефекты, так и тяжелые поражения плода, часто несовместимые с жизнью. Но это возможно только в том случае, если будущая мать заражается токсоплазмозом во время беременности, в первом или третьем триместре. По этой причине при постановке беременной на учет в женской консультации в обязательном порядке проводят обследование на токсоплазмоз. Полностью излечить токсоплазмоз невозможно, так как паразит и антитела к нему остаются в организме человека до конца жизни. Носителям токсоплазмы лечение не требуется. Основная терапия проводится только при остром течении заболевания. В настоящее время токсоплазмоз успешно лечится с применением антибиотиков, противопаразитарных, противогрибковых препаратов, а также химиотерапией. Как же защитить себя и близких от токсоплазмоза? В первую очередь соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед каждым приемом пищи, не пробовать сырой мясной фарш и не употреблять в пищу блюда из сырого или полусырого мяса. Не пейте сырую воду из незнакомого источника, тщательно мойте овощи и фрукты. Не допускайте контакта насекомых, особенно мух и тараканов, с пищевыми продуктами. Что касается кошек, периодически обследуйте своих питомцев на токсоплазмоз. Чтобы обезопасить своего пушистика, не кормите его сырым мясом, а только готовыми кормами или термически обработанными продуктами, не выпускайте на улицу и не разрешайте охотиться за мышами и птицами. Убирайте кошачий лоток только в перчатках, почаще обрабатывайте его антибактериальными средствами и обязательно мойте руки после уборки фекалий. Ну и конечно беременным стоит исключить контакты с чужими и в особенности бездомными кошками. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в сообщество. Здоровья Вам!